Всем привет, с вами Devil, и мы продолжаем играть в The Long Dark. В прошлой серии я не помню, как я там выживал, но сейчас вот решил возобновить выживание в The Long Dark. Давайте начнём. У нас, кстати, в истории до сих пор ничего нового. История у нас не открыта. Остаётся играть только выживанием. Почему я решил дальше снимать The Long Dark? Ну, потому что это интересная выживалка, и тут много обновлений произошло. Давайте на среднем уровне сложности поиграем. Ну и выберем вот этого вот выжившего. Нам лицо не показывают, ничего не показывают, просто тень. Ну и будем мы на загадочном озере выживать. Потому что у нас вот это вот всё не открыто ещё. Как открыть, я даже и не знаю. Опа-на, вот это нам повезло. Вы только посмотрите на это. Ни разу, ни разу я не попадал вот в это вот жилище. Вообще, вот это повезло. Я вот без записи два раза где-то сыграл. Выжил несколько дней, но, естественно, потом уже начал потихоньку подыхать. И ни к чему хорошему это не привело. Ну, ё-моё, сколько тут улыбка. Давайте сразу с ружья начнём. Так, дальше газета у нас. Которую мы можем использовать в печке. Томатный суп, который мы разогреем и открываем, потом скушаем. И открывашка. Как раз то, что нужно. Консерванный нож. Он для того, чтобы открыть эти банки. Так, вот эту вот ткань нельзя у нас подобрать. Ну, вот эту вот. Не знаю, трапка какая-то. Вот это жалко, нельзя ничего. Добрать. Вот канистр тоже очень полезная. Я согласен с нашим персонажем. Так, обезболивающие. Шесть капсул. Тут там всё показывается. Очень всё удобно. А будут лишить я. Ни разу этой штуковиной вообще не пользовался. Ну, наверное, нужно чинить вообще этого. Одежду. Давайте в шкафчике что-нибудь найдём. Так, здесь у нас пусто. Это патрон для ружья. Древесина. Древесина очень нужная. Антибиотики. Так. Ну, с помощью антибиотиков можно защититься от инфекций. Честно скажу, ни разу этим не пользовался. Вообще. Вот. И повязками не пользовался. Ну, тут понятно. Для фиксации. И чтобы предотвратить кровотечение. Так. Антисептик. Ну, перкись, водорода. Это всё понятно. Так. Сейф. Вот это вот я на патрон оставлю. К чаю, так сказать. Так. Книгу ещё возьмём. Патрон. Книги тут. Книгу тут не прочитаешь. Только в костёр и кинешь. Что ещё мне тут нравится в этой игре. То, что тут всё у нас прокачивается. Ну, там некоторые способности. Я имею ввиду. Там мы разводим, например, костёр. Там. И у нас качается навык. Так. Наборы для шитья. Это мы знаем. О, ткань. Ткань. Она у нас для повязок. И для починки. Корм для собак. Ну, если есть нечего, то вы и это съедите. Ни разу не пробовал, что это вообще такое. Зачем это вообще в игру добавили. Ну, ладно. Корм для собак, так корм для собак. Виноградный лимонад. Лимонад, я думаю, от слова лимон. Но тут, походу, виноград. Может быть, с лимоном даже. Не знаю. Сладкий газированный напиток. Мне кажется, нам захочется ещё пить. Ну, тут всё не как в реальной жизни. Потому что, на самом деле, волки-то больно-то и не нападают на людей, как в этой игре. Это у нас батончик такой, да? Тут, в основном, в этой игре всё вымышлено. Ну, а так тут. Инструменты какие-то. Так, капкан. Для поимки дичи. Кстати, я этот капкан пытался положить там, где бегали олени. Я, на самом деле, это когда я его положил, я только... Я вот в этот момент понял, что это, на самом деле, для кроликов, наверное, это всё сделано. Потому что очень маленький капкан. Так, горючее. Малый источник топлива. Для разведения костра. Так, картонные спички. Видите, какие спички большие там. Какие-то текстуры такие странные, нарисованы. Ладно. Шоколадный батончик. Факел. Ну, я так думаю, мы тут всё уже обшарили. Давайте перейдём к самому интересному. Здесь нужно слушать. Самое главное, вправо идти от нуля. Вот, видите, щелчок. Так, дальше идём. Мне кажется, тут не надо спешить, когда вот это вот всё ишь. Ну, если я неправильно что-то делаю, ну, например, там, медленно всё делаю, то можете там написать в комментариях, как нужно правильно. Просто вроде бы тут, если дальше пойти, ну, то есть зафиксировалось тут и дальше там пойти, то есть всё забросится. Ну, вот, всё, можем открыть уже. О, патрон для ружья. Про резиненная обувь. Обувь. Неплохо. Так, сейчас у меня заглючило из-за того, что я начал открывать инвентарь. Такое бывает. Но только один раз. Так. Давайте переключимся, наверное, на одежду. Наденем вот эту вот. Ну, и всё. Ружьё. Это на какую кнопку-то его? Опа-на. Вроде бы... Вроде бы из него трудно стрелять. Даже как-то и не хочется стараться патрон, чтобы посмотреть, как из него стрелять. Так, голод. Давайте, наверное, что-нибудь поедим. Вот этот вот батончик съедим. Полностью съел вот от обжора. Так. Будем пока что жить, наверное, в этом доме. Он просто замечательный у нас. Ладно. За ружье тут стрелять. Дом зверолова. Суперское название. Мне интересно, в кого тут можно пострелять. Потому что я сейчас не вижу никаких волков. Хм... Даже и не знаю. Кого бы пострелять. Вот дали пушку. Опа, олень. Сюда иди, олень. Так. Нужно присесть. Прицелиться. И... Выстрелить. Э! А-а-а-а. Перезарядить нужно, да? Понятно. А теперь... Прицелиться. И... Выстрелить. Э! Э! Куда уходишь? Куда уходишь? Я что, не попал, что ли? Сколько выстрелов-то надо... В эту животину... Всадить. Твою пуль сколько всадить нужно. И сколько выстрелов произвести. О! Пятна крови, значит, попал. Вот по этим пятнам крови может дойти. Круто! Вот это придумали разработчики. Молодцы! И теперь я эту... Животинку-то найду. А где она? Где-де-де-де? Ага, туда ускакала. Ну, ты от меня не убежишь. Хитрая задница. Так, а здесь что-то... А где еще кровь? Где еще кровь, вы мне скажите? А вон, вон, вон. Так, где? Куда ускакала-то? Опа-на! Опа-на! Это она? Или другая какая-то? Да ну, мне это, знаете, как-то не нравится. Пойду-ка я, наверное, назад. Хотя вот, вижу, куда-то на другую сторону ускакала. Да ну ее нафиг вообще. Пускай живет с этой пули. Так, сколько у нас времени? Нифига себе, 3 часа осталось. Всего 3 часа. Вот только мне пушку дали. У нас всего-то 6 пули осталось. Я верно говорю? Что-то пока что не показывается это все. Так, вот наше жилище. Надо еще тут побегать, посмотреть. Что тут еще есть? Какие-то звуки странные. Ладно. Опа-на! Оленятина! А тут что у нас? Еловая дрова. Так. Здесь у нас замороженный олен. Но его разделать сейчас не сможем. Так, 3 часа у нас в запасе есть. Что-то такое там сосулька, да? Мне показалось то, что я что-то смогу сейчас подобрать. Что-то за звук такой был. Странно как-то. Я тут бегаю и... Такое ощущение, что тут кто-то есть. Но никого тут нет, к сожалению. Я, походу, скоро с ума буду сходить. Потому что мне хочется кого-нибудь замочить и накормить себя. Прокормить. Оленятина! Иди сюда. Я не знаю, в голову, чтобы не стрелять. В морду. В морду ей. Вмазать этой. Интересно, что еще там? Что-то там лежит такое. Слушайте. Что-то там лежит, мне кажется. Мне кажется, что там что-то есть. Человек. Угадал? Человек? Вон они там. Кругами аж летают. Значит, там кто-то умер у нас. Эх. Ну, не повезло тебе, друган. Что поделаешь. Так, топорик. Ведь мы разделаем ту оленятину. Того оленя разделаем на несколько кусков. Жалко, их прострелить нельзя. Ну, не знаю. Может быть, можно. Но... Наверное, я не попаду даже по ним. Что-то такое. Странно как-то. Сколько у нас там осталось? Два часа. Нужно подумать, что... Что я заберу с собой домой. С этого оленя. Что-то такое. Да ну вас. Сдолбали с этими звуками. Пять минут осталось. Ну, вот так вы посмотрите. Мы тут его полностью можем разобрать. За час. Ну, вот. Ой, темнеет. Темнеет. Быстрою беги к этому дому. Зверолова. Ну, я думаю, мы успеем. Фризом, фризом. Супер. Мы успели. Так. Мы успели. Это самое главное. Нам холодно. Что у нас из горючего есть? Не, керосин. Не хочу я использовать. И, керосин. Дрова. Труд. Газета. Картонные спички. Деревянные спички. Ну, что. Погнали. Все. Видите, навык у нас. Разведение огня вырос. Дневник. Что у нас тут есть еще? Так. А где у нас статистика? Я так понял. У нас нет тут никакой статистики. Потому что в дневнике тут у нас пусто. Даже не понимаю вообще. Зачем тогда навыки сделали, если они нигде не показываются? Ну, ладно. Так. Значит. Мы хотим пить. Мы хотим есть. Сейчас вам все будет. Мы попьем сейчас. О, корм для собак давайте сховываем. Откроем, наверное, консервным ножом. Ну, как открывает. Ну, что, тебе вкусно? Ну, я думаю, нет. Так, вот эти вот кишки и кожу можно сушить. Насколько я знаю. Ну, давайте их просушим. Ну, что из них можно делать, я не знаю, поскольку я их пытался сушить. Ну, а потом я уже подыхал. Либо от волка, либо от голда уже. Вот они у нас. Так, что можно сделать у нас с нашей печкой? Добавить можем топливо. Можем поджарить оленину. Ну, там окно и супы всякие тут есть. Персики. Можно топить, кстати, снег. Давайте как раз этим и займемся. Нам вода нужна. Ну, когда вы растопили снег, естественно, там... Ну, все печально, на самом деле. Потому что вода это грязная. Там много чего далеко не очень хорошего. Ну, и нужно это прокипятить все. Ну, и теперь-то можно это пить. О, как тут темно. Игра очень крутая, я вам так скажу. Я не знаю, почему у нее жанр хоррор, но тут звуки страшные реально добавили. И мне это нравится. Потому что весело. Что это такое? Фонарь можно сделать? Фонарь. Чуть не похоже это на фонарь. Какая-то палка, обмотанная тканью и... Облитая керосином, скорее всего. Фонарь. Скорее всего, это факел. Просто перевод, наверное, неправильный. Может, я чуть не понимаю. Фонарь. Так. Варышки. Штаны тут. Лук. Вот лук, думаю, пригодится нам. Надо бы его как-нибудь скрафтить. Так, значит... У нас пока что все хорошо, я думаю. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Жажда. Жажда. Давайте тогда попьем. Что у нас есть поесть. Можем персики скушать. Давайте разогреем. Ну, для начала нужно открыть, а потом уже разогреть. Мы же не будем банку есть. Мне интересно, куда эта банка потом девается. Ну, это уже не мои проблемы, а проблемы моего персонажа. О, начинаются вот эти вот звуки там. Пошатывание нашего дома. От воздуха. Такое ощущение, как вот прям духи вокруг нас начали такие это... Наш дом ломать. Такие начали прям стучать по окнам там. По стенам. Вот сейчас вот разойдется погода, и вы услышите какое-то... Просто... Не знаю даже. Звуки тут не очень приятные. Так. Ну, что это там... О, нажирался уже. Все у нас хорошо, только ресурсов пока что мало. Кстати, можно таблетки использовать для очистки воды. Я не понимаю, зачем это вообще использовать. Потому что мы и так можем прокипятить. Ну, давайте на всякий случай используем. Давайте еще добавим. Так. Один литр. Нам все равно делать нечем. Мы будем немного растапливать. Ну, вот наши чудо-таблетки. Они, может быть, нам помогут. Очистить воду. Она ничем не отличается от простой воды. Ничем. Кстати. Нам персонаж уже подсказывает то, что ему спать хочется. Ну, ладно. Он, конечно, ничего не говорит, но... Если тут посмотреть, то видно. То, что он устал. Нам еще, кстати, далеко до утра. Можно, кстати, выискать дровесину. Это у нас займет 12 минут. Давайте поищем. Не, давайте тогда... Прямо 19 штук соберем. Я надеюсь, он у нас в темноте там не умрет. Да вот, вроде бы... Все тут в порядке. Самое главное, печку найти. Вот она, печь для дров. Вот у нас. Все у нас тут есть. Разжигаем. Все готово. Так, добавляем сюда топливо тогда. И потихоньку... У нас персонаж очень сильно, кстати, устал. Три часа остался ночного времени. Давайте, что-то поспим. Постойте-ка. А вот у нас кровать есть. Сколько будем спать? Три часа, наверное. Нам этого вообще хватит? Сейчас посмотрим. У меня все еще усталость и есть. Давайте еще полежим немного. Вот уже утро должно наступить у нас. Так, жажда. Очень сильная жажда. Пьем. Пьем, пока пьется. Можно оленятину, кстати, поджарить. Наш персонаж все еще вялый. Поэтому нужно еще немного полежать. Сколько там примерно? Давайте два часа. Я думаю, этого хватит нам. Вполне хватит. Да, этого достаточно. О, у нас трутов нет. Надо добыть хотя бы один труд. Пятнадцать минут мы его будем искать. И у нас есть только керосин. Ну давай, разводи. Древесину подкинем. Сейчас оленятину поджарим. Оленина готова. Можем, кстати, еще потопить снег. Два литра. Чтобы было. Чтобы попить. И очистить воду. Так. Ну что там у нас с олененой? Сейчас мы ее тогда скушаем. Пока мы тут сидим. Наш персонаж это. Уже успевает не знаю сколько раз. Проголодаться. Нам нужно срочно искать еду. Так, кстати, нужно еще дров подкинуть. И это тогда консервный нож еще. Этот еще скроем. Этот еще скроем. Тоже поджарим. Кстати, пока вот это ужарится, у нас то охладится. Или нет? Не, не охладилось. Обычно там пишется, там холодный. Нет, тут все нормально. Ну ладно, выпьем тогда супец. Томатный супец. Есть еще шоколадный батончик. Эх, и паражора. Сколько всего он у меня сожрал тут. Ну вот. И все. Закончились все наши припасы. У нас вроде бы газировка была. Но она уже пропала. Нечего уже есть. Все. На этом, наверное, надо заканчивать потихоньку. Тут уже ничего нету, к сожалению. В следующей серии я тогда буду искать какие-нибудь ресурсы. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Ну, а с вами был Дэвил. Всем удачи, всем пока.